Небольшие острые пирамиды возвышаются над песчаными холмами пустыни. Это впечатляющее напоминание о древнем Нубийском царстве, которое когда-то существовало на территориях современных Египта и Судана. Но здесь не увидишь толп туристов, как например в Гизе. Эта местность, находящаяся в 200 километрах от Хартума, столицы Судана, пустынна, хоть и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше, в 8 веке до н.э. здесь протекала река, на берегах которой процветало Мираидское царство. Это был период так называемых черных фараонов. Пирамиды здесь были от 6 до 30 метров в высоту. Их возраст – 4600 лет. Эти пирамиды отличаются от пирамид фараонов. В Судане пирамид больше, чем в Египте. В Судане более 300 пирамид. На суданских пирамидах есть декоративные элементы древних Египта, Греции и Рима. Согласно ЮНЕСКО, это делает их бесценными историческими объектами. Впрочем, ситуация в Судане не позволяет наладить массовое посещение достопримечательностей. Здесь продолжаются военные конфликты. Президента Амара Аль-Башира международное сообщество признало диктатором. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с этническими чистками в Дарфуре. «Санкции сказываются на местах раскопок. Мы получаем меньше технической помощи в плане сохранения и восстановления, особенно от американских организаций. Но в последнее время наблюдался некоторый сдвиг. К нам прибыло несколько исследовательских групп из Калифорнийского университета, Санта-Барбары и Университета Аризоны». В предыдущие годы Катар уже выделил около 135 миллионов долларов на восстановление и поддержку археологических ценностей Судана. Однако специалисты говорят, что этого недостаточно. По их словам, единственный выход – это снятие санкций и развитие туризма. В противном случае эти древности со временем могут быть погребены в песках пустыни.